Всем хай, танкеры! Злобин на связи! Вы включили юбилейный 120 выпуск рубрики Назабив. Под прошлой серией вы смогли прожать более 5000 лайков. Огромное всем спасибо! Сегодня мы узнаем, чем же теперь отличаются топовые советские средние танки. Объект 140 в новом качестве и с новыми ТТХ против переработанной Т-62А. Давайте под этим видео тоже наберем минимум 5000 лайков и тогда я выпущу Забив с ИСом-7 против ИСа-4. Ведь их также изменили и четвертому деду неплохо зашили слабые зоны в броне. Ну и не забывайте писать в комментарии, какие танки вы хотите увидеть в Забиве после ребаланса. Оформляйте подписку на канал, если еще не сделали этого и приступайте к просмотру. Калибр. Многопользовательская онлайн-игра третьего лица про современный спецназ. В Калибре вы можете играть за оперативников из разных стран. Каждый оперативник уникален. В бою участвуют команды из четырех человек. Штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В игре доступны ПВЕ-миссии и бои против других игроков. Сочетание бойцов и их характеристик дает множество вариантов взаимодействия и развития боя. Здесь решает тактика. Залог победы в Калибре – грамотная оценка ситуации и слаженность действий всех игроков в команде. Честный фри-то-плей. Ваш главный ресурс в Калибре – время. Поэтому быстрее заходите в описание, скачивайте Калибр по моей ссылке и играйте в свое удовольствие. Первый раунд. Маневренность. Максимальная скорость вперед у обоих была увеличена на 5 км в час. Теперь 140 едет как ЛТ-шка – 60 км в час. У 62-ки динамичные 55. Мощность двигателей также обои мапнули. Но 140 чуть сильней. У него 805 лошадиных сил. У Т-62 – 747,5. По массе 62-ка весит на тонну больше своего брата. 37 тонн против 36. Из-за этого удельная мощность ощутимо выше у объекта. 22,4 лошадки на тонну против 20,2. Скорость поворота корпуса и башни отходят Т-62А. 71,1 градус в секунду и 58,3 против 68,6 и 48,6 у 140 соответственно. У 62-ки также лучше проходимость по всем типам грунтов. Но из-за максималки и тяга вооруженности здесь все-таки балл забирает объект 140. Он теперь реально летает почти как легкий танк. Хотя и 62-ку нельзя назвать медленным СТ. Счет 1-0 в пользу 140. Катим дальше. Второй раунд – стрельба. Калибр у СТ-шек одинаковый по 100 мм. Средний урон тоже по 310 единиц. 62-ки вместо подкалов дали бронебойные, что конечно же является огромным плюсом. Пробитие на основных и голдовых снарядах отходит Т-62А. 245 мм и 300 против 240 на ББ и 290 на кумулях у объекта. Время перезарядки у братиков одинаковое – 5,2 секунды. Урон в минуту соответственно тоже. Очень мощные советские 3592 единицы. У Вен комфортней у 62-ки. Минус 7 градусов против минус 6. А вот время сведения из-за нерфа Т-62 намного приятнее у 140. 2,5 секунды против 2,9. Точность одинаковая. Опять же за счет нерфа 62-ки. По 0,317 метров. Стоит также сказать, что Т-62А еще понерфили коэффициент разброса от поворота башни на 0,03. И все это в сумме довольно сильно ощущается при игре. Теперь орудие 62-ки нельзя назвать лазерным, как это было до обновы. И как по мне, здесь разрабы немного переборщили. Понимаю, что в этом раунде у многих будут вопросы. Но я отталкиваюсь исключительно от личного опыта игры при стрельбе на обоих танках. И пушка объекта 140 мне кажется более комфортной. Эти 5 миллиметров пробития не чувствуются вообще. Единственное, что ощущается, это УВН. Но слишком уж большой разброс и сведение стало у Т-62. Поэтому здесь балла дам более стабилизированному 140. Ну а вы напишите свое мнение по поводу этого раунда в комментарии. Но опять же, лично мне намного приятнее играть на пушке от объекта. Счет 2-0. Едем дальше. Третий раунд. Броня. Запас прочности у 140 немного отрезали. Теперь у 62-ки бодрые 2014 хп, а у объекта 1908. Также 140-ому срезали броню в корпусе и башне. И хочу сказать, что голова действительно супер картонная. Но вот корпус, не знаю, не знаю. Как по мне, он все так же рикошетит. Причем неплохо. И чтобы пробить объекта, наобум стрелять нельзя. Но в любом случае, у 62-ки есть очень крепкая башня, которую на основных снарядах практически невозможно пробить. Корпус, на мой взгляд, чуть-чуть слабее, даже после нерфа 140. Но он все равно способен рикошетить. А в совокупности с головой, думаю, все-таки у 62-ки брони чуть больше. Но опять же, что касается корпуса 140, особо сильного нерфа я не ощутил. Возможно, это связано с переводом танков PBR, не знаю. Давайте я на всякий случай приведу еще цифры, чтобы у вас было понимание, как это выглядит на бумаге. Лоб корпуса отходит T62, 106 мм против 100. Борт и корма корпуса крепче у 140, 80 мм против 78 и 55 мм против 47 соответственно. Лоб башни отходит 62-ки, 240 мм против 225. Как и борт башни, 161 мм против 80. И корма башни одинаковая, по 65 мм. Здесь балл достается T62. Счет становится 2-1, все еще в пользу 140. И мы едем смотреть финальные ПВП. Погнали, первый бой я играю на 140, против меня акула на 62-ке. Ну и здесь на самом деле мы думали, что за счет как раз-таки ХП 62-ки она выиграет. Потому что здесь на самом деле всегда на советских танках ПВП решала альфа. У кого она пройдет за 3 выстрела, тот и победил. Но сейчас, как вы можете заметить, я танканул на 140 благодаря все так же рикошетному корпусу. Не устану повторять, как по мне, после перехода в ПВР, даже несмотря на то, что 140 понерфили броню, корпус все так же рикошетит и акула не пробил. За счет этого я его и убиваю, несмотря на то, что у него больше ХП. Первый раунд забирает 140. Второй бой мы поменялись танками для чистоты эксперимента. И посмотрите, 140, ну реально некомфортно. Он такой весь рельефный, какой-то розовый, непонятный. Мы оба начинаем стреляться и мне реально приходится выцеливать, потому что на АБУМ я понимаю, что не пробью. Вот вершина ВЛД, она чуть-чуть розовенькая. Туда стрельнешь, непонятно, пробьешь или нет. Поэтому пока что я стреляю, но акула делает чуть быстрее, потому что ему просто-напросто легче меня пробивать. Ну и плюс ко всему, здесь у меня просто-напросто не прошла альфа. Я должен был акулу убивать, по идее, за 6 выстрелов при хороших раскладах, но она у меня не проходит. Акула забирает и таким образом счет 2-0. Третьего боя не будет, 140 выигрывает. Итоговый счет у нас 3-1. Сейчас смотрите, забив и в конце я выскажу свое мнение о танчиках. Тоже, на мой взгляд, теперь лучше. Так, слушаем терминную озвучку. Ладно. Ну что, без матов, без матов. На том спасибо. Так, ну здесь цикл, ясно, понятно. Он поехал на другой фланг. Не-не-не. Не забывайте, что это стэшка, друзья. Давайте, ребята, поперестреливаемся от башенки. Ты будешь через всю карту насветить? А, я отсветился. Ну, это уже... Против ТТ у нас еще были шансы, а против СТшки... Ну, на самом деле, просто с направлением не повезло. Какой-то меня продевает. Шансов мало. Я ББшки... Да как ты мне тихо контейнер светишь? Вот. Четырый вырубай. Похоряйте, в сноре. Хватит меня светить через контейнер. Я как залетаю? Я свечусь. Все, я с тобой. Да куда? Да, не летит. Ой, вы что-то меня обходитесь. Я думал, мы будем так и перестреливаться. Мне нравилось. Ладно, поехали. Ясно, непонятно. Угу, это была ошибочка. Друзья, перекатывайте сюда, пожалуйста. Вопа. Ну, это Гризли. Ты был хорошим парнем. Нет. А, нормально. Давайте все задом. Давайте все задом. Не думаю. А, ну, в принципе, ладно. Так, ну, где вы, друзья? У меня уже половина хп, как-то, как разумеет. Сейчас бы не пробивать. Вех, сейчас бы не пробивать. Как бы, да. Тут, наверное, людям трем такие... Так твои сообщения надо бы. Парень отстрелил тебя. Ты все нагнул? Какие деснули мы. Что это? А, ну так... Так и сказал бы сразу. Ржамба. Ээ. Без башки, ну, кстати, дуга. Да, за что? Ну, готов. Система таков-то снова была. Что за инвалидом ты, Гри? Твоим. За что? Так, лага. Когда слишком быстро. Согласен. Слишком, мобовы. Мне комфортно, нахер, безусловно. А он тут на работе в танке играет! Да, сейчас тебе будет проще. Ребят, мы как бы пикаем на карту, туда ехать. Там нормально? Ну да. А, то есть ты вот так вот, значит. Ну ладно. Ээ, где озвучка? Я ждал. За стоп, за стоп. Видимо, мало донатил. У меня парень. Помоги ты мне, пожалуйста. Ты мне помоги. Не, это ерунда. Это несерьезно. Понял. Я реально не могу отличить озвучку. Вот что человек сам себе озвучку сделал. Да, похоже на то, что... Это автор озвучка, ребят. Удобно, ребят. Так, вы что там, мужики? Оу. Уже чем? Нет, ребят. Будем прицел сквачить. Ммм. Красненький. Что, ребят, кого сложнее пробивать? 62 или 140? Остались три маленьких поросенка. Да хоро, озвучка. А, даже на голде. Без шансов. Там, наверное, лд серая была для ббшек. Ну что, М7. Таран. Ох, шить, и советские борта. Пробей. Хорош. Ох, назад, назад. Блин, какая же у нее пушка некомфортная стала. В сравнении с тем, что было. Саня слабо пора нам. Да. Пол хп. Без выдача, как долго боюсь. Понятно, да. Ладно. Нет. Итоговый счет 3-1 в пользу объекта 140. Возможно, это связано с переводом танков PBR, не знаю. Но, на мой взгляд, сейчас 140 на голову комфортней 62-ки. Скорость, орудие и даже броня. Но хоть убейте, корпус танкует так же. Да, башня картон. Но зато танк теперь летает, как ЛТ. А вот с Т-62, мне кажется, разработчики перестарались. И надеюсь, что с ним что-то сделают при переводе в PBR. Но пока что на этом танке лично мне играть некомфортно. Хоть скорость и стала выше, но орудие прям такое себе. Но это всего лишь мое мнение. Вы же свое всегда можете написать в комментарии. Не забывайте, что если мы наберем 5000 лайков под этим видео, то я сделаю изобив советских тяжей. ИС-7 против ИС-4. Поднажмите, друзья. На этом у меня все. Большое спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok